Одной из любимых подкормок дачников является зола, и я не исключение. Такое удобрение помогает восстановить структуру почвы, питает растения калием, фосфором и другими важными микроэлементами, помогает вырастить большой урожай, а также повышает иммунитет растения. Но я советую вносить золу с другими удобрениями в комбинации, чтобы усилить эффект и простимулировать еще больше рост урожая. Подкормка, о которой пойдет речь в этом видео, поможет вам увеличить урожайность огурцов в несколько раз, продлит сезон максимально долго, а также простимулирует рост вегетативной массы и образование завязей. Зола богата калием, фосфором, кальцием, солями натрия, железа и серы, за счет чего растения будут очень активно плодоносить после такого удобрения. Но если смешать его с травяным настоем, то огурчики получат еще и нужную дозу азота и других компонентов. Зола – это щелочное удобрение, тогда как травяной настой будет компенсировать этот нюанс, и на почву удобрение будет действовать максимально полезно. Сделать смесь травяного настоя с древесной золой для огурчиков очень просто. Сначала делаем зеленое удобрение. Насыпаем в емкость свежие сорняки на 2 трети объема. Затем заливаем водой. Можно добавить столовую ложку сухих дрожжей для быстрейшего брожения. Затем ждем неделю, периодически помешивая, процеживаем и удобрение готово. Перед приготовлением удобрения его нужно разбавить в пропорции 1 к 10 с чистой водой. Затем добавить стакан древесной золы, тщательно перемешать и вносить трижды за сезон. Один раз в период цветения и два раза в период плодоношения с интервалом в 10 дней. Удобрение будет способствовать улучшению качества и количества урожая, и эффект по-настоящему вас удивит. А для плодовых деревьев и кустарников рецепт другой. Их просто присыпают древесной золой под корень во время перекопки грунта. На каждое растение примерно по одному литру порошка древесной золы.